По лекции был вопрос, вторым пунктом была сфера отношения со старшими, именно в той смысле, что дает наполненность для других сфер жизни. Это имеется в виду именно наставник или сюда попадают все старшие родители, какие-то руководители наши? Нет, только наставник. Имеется в виду духовное отношение. Отношения с родителями и с руководителями — это отношения, в которых мы отдаем силы. Это кармические отношения. Они идут в категорию выполнения своего долга. После пятого пункта, до пятого пункта мы наполняемся. После пятого пункта мы отдаем. Мы отдаем своим родителям, мы отдаем всем, кто с нами связан с судьбой. Всем мы отдаем этим людям. Спасибо. Только наставнику мы отдать ничего не можем, потому что мы наполняемся от него. Мы ему отдаем, а он дальше нас наполняет, потому что через него действует Господь. А Господь, Он никогда в долгу не остается. Всегда дает и дает и дает нам. Он двигает все. В нем жизнь в нашем теле — это энергия Бога. Знаете об этом? Мы там ничего не контролируем сами. Знаете об этом? Я съел пищу, дальше не знаю, что там происходит. Это все Бог делает там. Потом в какой-то момент я, оп, и побежал с лекции. Думаю, сейчас мало ли что можно. Мне сигнал дают просто, что надо сматываться, и все. Сигнал приходит. Или женщина говорит, я вынашиваю ребенка. Ну как ты его вынашиваешь? Что ты там делаешь с ним? Ничего не делаешь. Он сам вынашивается внутри по милости Бога. Главное, чтобы у тебя судьба была хорошая. Следи за своей судьбой. Если у тебя матка напрягается, надо сделать так, чтобы не напрягалась. Побольше в воде лежать там, поменьше нервничать, обижаться. Ну не мешай просто, просто не мешай. И все, и там все само выносится. Потом рожать тоже. Я наблюдал, когда студент был, акушерка говорит, не мешай, говорит, расслабься, не мешай. Она не знала, кому не мешай, но она понимала, что не надо самой ничего делать. Ну само все происходит. Что? Очищать свое существование, контактировать с водой, с землей больше, наполниться женской энергией. Она, когда энергия наполняется, человек женской, само все начинает работать нормально, потому что Бог уже хочет, чтобы у вас все работало нормально, Он так это все создал. У вас не хватает хорошей судьбы, означает двух стихий, земли, спокойствие и воды, гармонии. Все, наполняетесь, и у вас все заработает. Плюс молитва, которая дает силы наполниться. Не хватает силы, контакта. Знаете, что этот мир очень прост. Видите, все я сказал, сказал это очень просто. Но глупость заставляет делать все очень сложным. Мир очень прост на самом деле по природе. В нем есть система определенная, ее надо видеть, понимать. Но когда человек глупит, глупость в голове, он думает, что все очень сложно. Человеку не хватает силы в этом проблеме. Вот почему женщины одинокие, как вы думаете? Почему женские одинокие? Потому что им не хватает силы. Знаете, почему в древней культуре женщины закрывали лицо? Некоторые женщины сейчас тоже лицо закрывают, когда там зубы лечат, чтобы не было видно вот этого всего там, то, что безобразие, то, что на лице происходит. Тоже лицо закрывают или не выходят никуда. Но раньше, да почему в древней культуре женщины лицо закрывали? Ну, потому что, когда они открывают, мужчина падает в оморок просто, и все. Ну, неприятно, когда ты идешь, и все падают в оморок. Правда? Они закрывали лицо, потому что очень много силы было, красоты. Женщина не могла не выйти замуж. Наступало там 16, 15, 17 лет, и она сразу выходила замуж, потому что энергии красоты было очень много, потому что она была наполнена Богом, богатая была, наполнена Богом. А сейчас все пустые, нет силы, не хватает, ни тем занимаемся в жизни. Нет красоты, не можем выйти замуж. Субтитры создавал DimaTorzok